Лазанья 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 Начнем с приготовления мясного рагу. Для приготовления мясного рагу нам понадобится фарш. Я готовлю из говяжьего фарша. Вы же можете добавить 70% говяжьего фарша и 30% свиного. Тогда у вас получится ближе к соусу Болоньезе. Именно при приготовлении соуса Болоньезе добавляют говяжий и свиной фарш. В Риме же этот соус, который мы будем готовить для лазанни, называют мясной рагу. Нам понадобится фарш, сельдерей, лук, морковь и пассата де помодоро, томатный соус. В кастрюлю наливаем немного оливкового масла и добавляем мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей. Сельдерей придаст свежесть, а морковь немного слабость соусу. Пропорции овощей к мясу добавляйте по вашему вкусу. Припускаем овощи и добавляем фарш. Деревянной ложкой или лопаткой разбиваем кусочки фарша как можно мельче. Как только мясо посветлело, добавляем полстакана белого сухого вина. Все это готовим на большом огне. Ждем, когда испарится алкоголь. Добавляем пассата де помодоро, томатный соус. На 500 грамм фарша у меня ушло 800 миллилитров томатного соуса. Наливаем в пустую бутылочку воду, ополаскиваем ее и выливаем воду в кастрюлю. Мясное рагу мы будем готовить полтора-два часа, поэтому надо обязательно добавить воду к соусу. Как только соус закипит, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и готовим полтора часа. Время от времени помешиваем. Прошло полтора часа и за 15 минут до конца приготовления снимаем крышку с кастрюли, чтобы лишняя влага испарилась. Соус для лазаньи не должен быть жидким. Солим по вкусу. Обычно мясное рагу я готовлю заранее, потом только собираю лазанью и в духовку. В магазине можно купить несколько видов пасты лазаньи. Листы могут быть разной толщины, все дело вкуса. Лазаньи с тонкими листами получаются более нежные. Будьте внимательны при покупке. На упаковке должно быть написано, надо отваривать пасту или нет. В Италии обычно используют сухие или свежие листы лазаньи. Я больше предпочитаю сухие листы. Такое тесто сначала было приготовлено, а затем подсушено. В процессе запекания в духовке сухие листы впитывают жидкость из начинки и становятся мягкими. Лазаньи получается мягкая и прекрасно держит форму. Секрет лазаньи в том, чтобы не переложить мясной соус и не забить лазанью начинкой. Лучше пусть будет она у вас воздушной. И готовить лазанью в духовке строго по времени. Время приготовления лазаньи смотрите на упаковке. У каждого производителя разное время приготовления. Остановимся немного на моменте сборки лазаньи. Многие смазывают форму маслом, а потом наливают мясное рагу. Я же наливаю мясное рагу сразу без масла. Наливаем мясной соус и равномерно распределяем его по дну глубокой формы. Выкладываем первый слой пасты, затем опять мясное рагу. Сверху добавляем слой прошутто. Затем посыпаем кубиками моцареллы. Чуть-чуть соуса бешамель. Бешамель должен присутствовать в лазаньи всегда для создания правильного вкуса. Но в слои добавляю чуть-чуть, а вот сверху уже больше для образования корочки. Посыпаем тертым пармезаном. Затем снова слой теста. И в такой последовательности выкладываем 4 слоя. Пармезан. 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 Ипотелим тесто. слоем мясного соуса, добавляем кубики моцареллы, соус бешамель и посыпаем тертым пармезаном. Лазанья готова. В разогретую духовку отправляю лазанью и готовлю 20 минут, как указано на упаковке. Волшебный аромат! Дайте немного остыть лазаньи и подавайте к столу. Приятного аппетита! Мы пока еще на карантине, но уже очень-очень устали. Родственники нам привезли продукты по нашему списку и в следующем видео я расскажу вам, как приготовить говяжьи хвосты по-римски. У меня потихоньку начинает возвращаться обоняние. Жизнь кажется совершенно другой, когда чувствуешь запахи. Берегите себя, дорогие мои. Заболеть легко, а вот выздороветь очень сложно. Буду надеяться, что следующий наш тест на коронавирус будет отрицательный. На этом я буду прощаться с вами, дорогие мои друзья, и до новых видео. Спасибо вам за лайки и что делитесь видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok